Как Юдхиштхира решил уйти на небеса? Известно, помните, я вам вчера рассказывал про Гамук, ледник, под которого вытекает Ганга. Так вот, по писаниям считается, что Гамук является воротами в тонкий мир. То есть, если ты хочешь уйти на небеса или на какую-то другую планету, то Гамук является таким переходным местом. Я, кстати, специально туда-то и ездил, для того, чтобы проверить, насколько это все работает. То есть, действительно, энергия там очень специфична и вполне возможно при достижении определенной медитативной практики, это возможно. То есть, там гораздо быстрее это делать. Энергия такая. Ну и, соответственно, они решили отправиться к Гамукху в Пятером плюс Драупади. Ну и, соответственно, с ними собака их еще была, которая жила несколько лет в доме у пандавов. Дорога очень непростая, я сразу скажу. Ну, то есть, туда, я не думаю, что была такая трасса, как сейчас. Индийское правительство прокладывает к Гамукху, вернее, к Ганготри. Город Ганготри последний, где заканчивается дорога. Дорога очень непростая. Во-первых, эта высота, это около трех пятьсот примерно, постоянно вверх. И постоянно дорога вот такая. То есть, ну, короче, непросто им было. По писаниям они дошли до Ганготри. Это было последнее место, где оставили свое оружие. Уже с оружием они не могли идти. Есть даже специальная пещера, якобы, которая считается, где пандавы в свое время, пять тысяч лет назад спрятали свое оружие. Но это не совсем пещера. Это такой огромный-огромный камень. Огромный, наверное, знаете, вот какой-то тент. И вот он как в ширину, так и в высшину. Такой вот камень лежит на склоне Гималайи в лесу. И под ним была такая пустота, которая, соответственно, видимо, пандавы и заняли. Сейчас там чаще всего сидят какие-то брахманы, которые рассказывают Махабхарату лайт-версию для слушателей вайшу, которые к ним приходят. Ну, что я называю лайт-версией. Вот помните, там, какие были наши диеты. Не то, что нынешние пыли, но богатыри, не вы, ну и так далее. Вот. Короче, дальше у них, соответственно, предстояло последние 24 километра к самому леднику. Но они все умерли, кроме Ютхиштхиры. То есть не дошли до этого ледника непосредственно, где вот можно было уже уйти в тонкий мир. Дошел только Ютхиштхир, а его собака. Ну, и вот считается, что это было последним испытанием для Ютхиштхиры, его собаки. Потому что, когда он решил уже уйти около этого ледника, перед ним появился Индра на вайт-мане на своем. Он говорит, ну что, Ютхиштхира, ты молодец, достойно исполнил свои обязанности. Мы тебя забираем на небеса. Заходи. А он собак. Он говорит, ну и пес со мной. Индра говорит, нет, собакам не место на небесах, поэтому твой пес не может пройти с тобой. То есть ты можешь пройти, собака нет. Ну, Ютхиштхир говорит, несправедливо, потому что эта собака преодолела очень много тягот. Она точно так же, как мы, соответственно, пришли к этому леднику. Соответственно, собака имеет право отправиться на небеса. Ну, в конечном итоге Индра ему не дал провести собаку. И Ютхиштхир рассказал, ну если у вас такие небеса, что там нет справедливости, то я туда не пойду. Ну, и в этот момент собака превратилась в его отца, в бога Яму. И он сказал, ну, сынок, ну не сынок, конечно, он ему сказал, потому что это, сложно сказать, не совсем детско-отцовские взаимоотношения. Он ему сказал, Ютхиштхир, а ты молодец, это было твое последнее испытание. То есть я все время был рядом с тобой для того, чтобы проверить себя, насколько ты сохранишь свои качества честности, доброты, справедливости. Ну, и, соответственно, теперь ты можешь на небесах.